МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добрый день, друзья! С вами программа «Развитие успеха». И мы, два Николая Лукинский и Николай Башкеев. Наши гости не из будущего, а из настоящего. Это люди, для которых в жизни больше «да» и напрочь отсутствует «нет». Они повернули дорогу своей судьбы к успеху. И сегодня наш гость – сценарист-кинорежиссер Петр Дикарев. Здравствуйте! Добрый день! Петр Дикарев – сценарист-кинорежиссер. Окончил филологический факультет Педагогического университета специальность литература и психология. Работал реабилитологом наркозависимых в детских мед- и соцучреждениях Новосибирска. Окончил аспирантуру на кафедре философии Сипстрина по специальности «Этика». А потом стал заниматься производством рекламы и корпоративных фильмов, съемками социальных видеороликов. Сегодня Дикарев – сценарист и постановщик документальных и художественных фильмов. В его работах снимались Алексей Чадов, Вячеслав Разбегаев, Максим Дрост, Евгений Миллер, Сергей Шнуров и Захар Прилепин. Петр, ты сценарист и режиссер кино. В твоих работах снимались такие известные артисты, как Алексей Чадов, Сергей Шнуров, Захар Прилепин. Мы сегодня обязательно об этом поговорим. Но интересна первопричина твоего творчества. В каком возрасте проявилась вот эта вот тяга писать тексты, писать сценарии, создавать что-то интересное? Первопричина – жажда легкой наживы. Нет, ну если на самом деле, если серьезно, то как и многие из тех, кто что-то снимает в Новосибирске, я пришел через рекламу. В рекламу я пришел уже вот в новом тысячелетии. В прошлом тысячелетии я был психологом, занимался там тяжелыми вещами, реабилитацией наркозависимых, подростков, жертв сексуального насилия и прочее. В общем, прям какое-то время совсем перестал улыбаться. Ну вот, чтобы улыбаться, решил сменить обстановку. И где-то это у меня началось в 2001 году с того, что я стал эксплуатировать свои графические навыки. Попал в контору, которая снимала рекламные ролики, стал рисовать раскадровки. Раскадровка – это сейчас называется по-модному, сториборд. Вообще, это раскадровка, ну, поработа художника-постановщика. Это такой этап, когда сценарий превращает, прежде чем стать уже, собственно, кадром, он сначала становится картинкой, где планируется, как этот кадр будет выстроен, что в нем зритель увидит, как эти слова превратить в визуальный образ. Вот, собственно, я-то начал с как раз вот этого. Можешь продемонстрировать нам сейчас? Сейчас, конечно, все проще, все это рисуется в айпадах, а не на бумагах. Ну, вот возьмем какой-нибудь ролик. Вездеход, вот он у нас идет по тайге, да. Нажимаем, значит, дальше. Видим следующий кадр. Вот она, гусеница вездехода. Вот Мишка-медведица, значит, с медвежонком смотрят из тайги. Вот, значит, дальше у нас раз и трубоукладчики. Трубопровод появляется. Вот видно, там раступилась тайга, просека. Вот мы видим, значит, мужественного, значит, человека, который управляет этим трубоукладчиком. И вот потом вот из таких вот этих вот картинок, которые служат промежуточным звеном между текстом работы сценариста и уже потом режиссерской работой на площадке, вот появляется какой-нибудь ролик, в данном случае ролик одной из нефтедобывающих компаний. В новом тысячелетии уже, там, занимаясь раскадровками, я подошел к продюсеру и говорю, слушай, а может, я что-нибудь тоже попробую написать, что там сидишь, пишешь. Что-то было связано с лаками, красками, какой-то кузьбас-лак, ну, то есть невыносимая, немыслимая такая тема. Принес ему три варианта. Он посмотрел, говорит, ну, ты же рисуешь, да? Ну, и у тебя и так все хорошо, иди рисуй дальше. Вот, там чушь была написана, конечно, кромешная. И вот меня как-то взбодрило. Со мной нельзя по-плохому, по-хорошему можно было отговорить, а по-плохому – это упрямство. И я стал этим заниматься. Петр, ну и по образованию ты филолог и психолог в одном лице. Наверняка тоже какие-то инструменты ты используешь в своей работе. Это, опять же, надо и слово чувствовать, и чувствовать психологию человека, как он вас примет. Ну, это накопление опыта. Я к жизни отношусь как очень внимательный наблюдатель. Иногда я в жизни вижу вещи, которые я себе в такую творческую копилку закидываю, потому что я для себя так это называю. Вот это очень киношный эпизод, очень такой художественный. Иногда я слушаю что-то в чьей-то речи, какой-то, ну, не штамп, не какой-то там идиому. Хотя идиому бывает, но реже. А вот просто что-то интересное, можно я прям запомню это где-то обязательно. Запоминаешь или записываешь? Иногда записываю. Твой талант кинорежиссера, он все-таки вот раскрылся изначально, на начальном этапе вот в написании вот этих коммерческих рекламных текстов или что-то еще параллельно для души там писал, не знаю, там хотя бы даже там, ну, элементарное видение дневника. Никогда не было попытки. Более того, я никогда не писал стихи в юности. Никогда. Влюбляться доводилось, но стихи не писал. Не играл на гитаре никогда и не пытался. Потому что я как бы думал, ну, а зачем? Тут надо уже быть либо как Джимми Моррисон, а стихи писать как Есенин. Ну, я подростком был более, наверное, прагматичным таким реалистом. Ну, зачем? Зачем вот это вот баловство? И поэтому мое первое стихотворение, оно в жизни. Оно было ни разу не про любовь, а про пиво. Какое-то пенное пиво. Оно было очень технически правильно сделано. Никаких глагольных рифм, никакой графомании. Все четко, красиво. Большинство вот таких вот вещей, которые в ту пору происходило, наверное, даже до моего дебютного полнометражного фильма, они были... Это была исключительно ремесленная работа. Хорошая, синчевая. Если в Требью была премьера этого фильма, дебютного. Вот бы вспомнить. Наверное, год седьмой. 2007. Да, 2007. Может быть, шестой, седьмой, где-то вот в ту пору. Это была идея, некая история, состоящая из четырех новелл. Называлась работа? Двойная сплошная точка любовь. Это тема дороги или тема любви? Это и тема любви, и тема дороги. Там я сейчас... Трейлер до сих пор есть в сети, но там смысл был в метафоре. Двойная, значит, потому что между двоими она сплошная. Когда настоящая, если кто-то пересекает ее третий, то авария почти неизбежна. Близко к тексту сказал. В одной из новелл главную роль исполнил наш земляк Евгений Миллер. И Алексей Чадов снимался. В другой новелле, да, снимался Алексей Чадов. Так там снимался и Максим Дрозд, и Вячеслав Разбегаев. А актерский состав сразу был какой-то прям совсем звездный. Звездный, да. И все они приехали сюда здесь. И сколько сложных было привлечь к этому фильму? Было интересно, было что поиграть. Предлагалась роль, которая была актеру интересной. Мне вот с этим в жизни везло. То есть то, что я предлагал, было интересно делать людям. Даже в маленьком эпизоде. Петр, ты создал несколько таких мощных, серьезных социальных проектов. Это серия видеороликов, в которых объясняется, как не надо себя вести и что не надо делать. Расскажи об этой работе. Я так понимаю, это тоже у тебя соприкасается к твоему непосредственному образованию и твоей первой работе, когда ты реабилитологом был. Ну да, наверное, да. Больше всего вспоминается, наверное, это ролики по безопасности дорожного движения. Хотелось снять что-то достоверное, которое бы шло перпендикулярно большинству профилактических роликов. Чтобы достучаться, чтобы человека разбудить, его надо ущипнуть. Ну вот, мы пытались щипать документальностью. Ты любишь свою машину, получаешь удовольствие от езды, независимость, комфорт, драйв и еще кое-что. Какие-то из них были ориентированы на родителей, чтобы они возили детей пристегнутыми в детских креслах. Какие-то были ориентированы на пешеходов, какие-то на водителей, разных водителей, нарушителей. Почему кредитка называется? Кредитная карта, вот есть у тебя, вот на ней, допустим, на ней положена твоя персональная смерть. Может быть, твоя, может быть, чья-то еще. И ты можешь в силу определенных там действий с этой карты либо немножечко снять, хватит на болезнь, на травму, либо снять полностью. Либо снять себе, либо кому-то другому. Иногда вот это вот невключенный поворотник, это и есть твое касание карточки к банкомату. И почему, и как. Такая очень киношная метафора. Все, и вот появилась кредитка. И от МРЭО страны, от Калининграда до Камчатки, она там так или иначе крутится. И оказывается, получилось сделать что-то, что морально не устаревает до сих пор. Эта кредитка 8 минут, по-моему. Вот на эти 8 минут приходится 49 смертей. А некоторые случились в момент, когда я там присутствовал. Мне за эту работу, я не горжусь ей. У меня к ней нет вопросов. Мне за нее перед собой не стыдно в том смысле, вот здесь ты сложал, здесь ты там что-то упростил, мог сделать получше. Ну, где-то там так. Нет, она сделана вся по-честному. И к ней вопросов нет. Но сказать, что я там люблю эту работу, нет, она не любовь, она вызывает у меня в душе. Есть еще серия роликов дисфория. Дисфория, она примерно на ту же тему, да. На последствиях она, там, пенитенциарная система у нас в кадре. Вот. И, ну, последний из профилактических роликов, он посвящен теме утопления на воде. Он, хронометраж его совпадает с реальным утоплением. Дыхание сбилось. Звать на помощь глупо и стыдно. Плавать умеешь сам. А через 20 секунд хочешь кричать, но уже не можешь. Вот этот ролик, который написан практически как ритмизованная проза, он весь, сначала очень детально изучались на всевозможных форумах, на всевозможных, значит, там, чатах, общения людей, переживших клиническую смерть в результате утопления. И формулировки описанных переживаний, они легли все в основу. И брались те, которые, оп, совпадает, там, несколько людей вот это. Я сам утопление не переживал. Люди, которые потом посмотрели, отметили, что надо же, как достоверно. Есть темы, в которых лгать не надо, фальшивить не надо. Вот ты лучше спой фальшиво, если в чем-то хочешь сфальшивить. Это не нанесет урона, но говоря о каких-то драматических вещах, фальшивить, упаси бог. Или ты погружайся в тему по полной, старайся быть максимально достоверным, чтобы не унизить, не опошлить ни чье горе. Надо понимать, что за всеми вот этими вот негативными вещами чья-то драма, чье-то горе. Поэтому относись к нему бережно, говори о нем достоверно и серьезно. Петр, а насколько вообще глубокая авторская подача материала, система образного мышления вообще находит отклик у зрителя? Именно к каким-то низменным моментам, которые в фильмах передают. Какие-то там спецэффекты заменяют актерскую игру. То есть острота сюжета заменяется зрелищностью. И вот подобные вещи происходят. Надо тянуть зрителя за собой в горни и выси, тянуть до тяги. Понимаете, тут вечно вот в чем. Человек по природе своей склонен, склонен, как бы это сказать уж, простите за прямоту, опускаться. Упрощаться, опускаться там. Вот исчезает общество, кто-то перестает, очень легко, естественно, перестает бриться, стричь ногти. Там это как бы, ну вот многие, я не говорю все, но многие. Так и с душой нашей. Ты когда берешься говорить с своим зрителем, с читателем, со служителем, ты не должен ему, его душе позволять лениться. Своей тоже. Ты его должен возвышать, да, тебе миссия искусства в том, чтобы возвышать. А не в том, чтобы приседать, значит, на карты рядышком и говорить на одном уровне, чтобы тебя поняли. Вот как-то так. Петр, ну вот складывается такой образ мистика, да, то есть ты, в принципе, открытые вещи визуализируешь в своих работах. Это и съемка, и озвучание, да, как говорится. А позитив где? Вот у нас одно из слов, это позитив. То есть, с одной стороны, ты людям доносишь всю боль, да, и чтобы зритель почувствовал и не сделал этого, да. То есть мы же говорим сейчас только об одной ипостаси, да. А тогда надо уйти шире от кинематографа, от видео, от вот этого всего надо отходить. Потому что, ну, художественные полотна, там, картины, которые, я, игровые, они тоже драмы, да, там, мелодрама, производственная драма, психологическая драма или криминальная драма, там, вот их три у меня работы. Профилактика, ну, профилактика, она априори касается какого-то негативного явления, ему его стремиться и, ну, помочь избежать. Поэтому, где же там позитив? Позитив для меня другой. Вот одна из вещей, которая, за которой мне, вот, вот она у меня вызывает не просто, там, какая-то вот приязнь, а радость, и мне приятно ее, там, перечитывать, переслушивать, это аудиогид, над которым я работал, значит, ну, так вот, если сложить непрерывно полтора года работы, без малого сто текстов, которые, там, от трех до десяти минут каждый. Исследовали пять курганов со следами разграбления, которое, парадоксально, помогло науке. И это была работа, которая велась плотнейшим, творческим, интеллектуальным взаимодействием вот с музеем, национальным музеем имени Анохина, вот, в Горноалтайске. Это экспозиция под открытым небом, потому что, вот, и ты узнаешь, что вот это, то, что ты сейчас видишь, глядя прямо, оно было таким, и там десятки тысяч лет назад, и ничего не менялось. И вот такой-то, такой-то персонаж, который здесь был достоверно, вот он именно это и видел. А вот поверни-ка на левую голову, а вот это место сильно поменялось. И там, скажем, условно, там 150 лет назад здесь вообще вот этого не было, а было вот так. И самое позитивное, что я делал в жизни, наверное, это аудиогид про Горноалтай, энциклопедия республики. Петр, если взять твои работы и социальные, и художественные фильмы, полный метр, так называемый, везде так или иначе присутствует дорога. Даже тот же самый Алтай, понимаем, да, вот этот серпантин. Ты задумывался об этом, может, это как-то символично в твоей жизни? Это же метафора жизни. Мы путники, странники, вышли из пункта А, думаем, что идем в пункт Б, но иногда куда-то попадаем раньше, перестаем идти. Или замедляемся, или ускоряемся, но это все равно движение. Петр, ты за свою жизнь, получается, кардинально практически поменял сферу деятельности. И не раз. И не раз, да. Какие, вообще, какой совет, да, ты мог бы дать людям, которые уже находятся в таком зрелом возрасте, да, но они до сих пор себя не могут приобрести? То есть, как вот им найти себя, да, приобрести себя и найти свое призвание? Я не готов выдавать такие рецепты. Я же, что ж, какой-то прям совсем восточный мудрец. Это же совет человека, который прошел определенные вещи. Я могу рассказать, как это происходит у меня. Вот хорошая сказанная Николаем, вот эта вот тема дороги, да, она для меня близка, как для многих людей. Но у меня есть ощущение, что я еду, и в моей жизни случаются важные остановки. На любой дороге есть остановки. Не всякая такая остановка является перекрестком, узлом, пересечением магистрали. И иногда ты прибываешь, просто остановка какая-то, ты понимаешь, что да, ты что-то меняешь, ты будешь ехать в этом же направлении. Скажем, ты работал там в конторе А, которая там занималась производством рекламных роликов, вот ты на остановке пересел на другой автобус, поехал, но он идет тем же маршрутом, он другого цвета. Он, может быть, ты там не стоишь, держишься за прочим, ты сидишь. А может быть, ты сидишь близко к кондуктору, и тебе видно, что впереди. А может быть, ты сидишь там у тебя за навесочкой, тебе не светит и не дует. По-разному. Но ты все равно едешь туда же, тем же маршрутом. Совсем другое дело. И это как-то вот в моей жизни интуитивно я чувствовал. А вот сейчас вот будет перекресток. Если я выйду сейчас, я могу сесть на какое-то, продолжить путешествие в каком-то совершенно ином направлении. Это твоя возможность. Ты можешь ее проехать и будешь ждать следующий. А ты же не пророк в своей жизни, ты не знаешь. Будет ни один цыган, цыганка тебе не расскажет это достоверно. Будет ли у тебя следующая такая остановка? Человек принимает решение сам. Либо ты решаешься, либо не решаешься. Но так или иначе, если мы сегодня затронули твою историю, твое развитие успеха, твой путь, Петр, желаем тебе в первую очередь продолжить это направление, творческое направление. Спасибо. Тема дороги, можно ее соотнести с колесом. И чтобы ни в коем случае не быть белкой в колесе. Точно. Ну и теперь в психологии личностного роста, наверное, благодаря нашей программе появится новый термин. Жизнь под дикорево. Жизнь под дикорево. Ну, не дай бог в некоторых аспектах. Петр, спасибо, что нашел время и пришел к нам. Всегда рад. Всегда рад. Спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, сегодня у нас в гостях был сценарист, кинорежиссер Петр Дикарев. С вами была программа «Развитие успеха» и мы два Николая. Николай Лукинский и Николай Башкеев. Увидимся в понедельник. Развивайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова